Добрый вечер, дорогие слушатели! В эфире программа «Жажда жизни». Мы сегодня целый день говорим про астероиды и всякие прочие небесные тела, которые залетают к нам чрезвычайно редко. У меня пришло напыщенное сравнение, что мои гости в этой студии — это такие же астероиды и метеориты, которые крайне редко появляются на нашем небосклоне, потому что кругом царит цинизм, кругом есть абсолютно уверенное ощущение, что хорошими делами прославиться нельзя. Старушка Шабакляк — наш герой, и мы все выросли на ее привлекательном образе. Но тем не менее за последний месяц у меня в студии был парень, который стал больничным клоуном вместо того, чтобы стать адвокатом. Потом была замечательная дама, которая вместо того, чтобы упиваться счастьем от преподавания английского языка и зарабатывать деньги, репетируя детей для поступления в МГУ, собирает деньги на лечение рака у детишек из стран СНГ. А потом у меня были чудные ребята, которые ушли из крупного бизнеса и сделали реабилитационный центр для людей после инсульта и после травм. Причем такой реабилитационный центр, о котором я читала, что такие есть в Европе. И бывают в Израиле, и в Америке. Но в России, поскольку я сама по роду своей инвалидной коляске все это дело прошла, в России таких нет. Вот это первое. Потом у меня была чудная Наташа, которая вместо того и одновременно с тем, как продавать шоколадные фигурки, установила, уточерила двух девочек, родители которых сидят в тюрьме. Одну совсем маленькую, которая родилась в тюрьме. Ее рожала мама прикованной на ручник. А вот эта девочка сейчас у нее дома. Вот эти все метеориты, эти все астероиды оказываются не так уж редки. Сегодня у меня в гостях астероид немножко другого рода. А совсем уж редкий в наших широтах. Ирана Стефановна Леснеевская. Вот для меня она человек абсолютно удивительный, потому что, пробившись, в общем, я с трудом могу воспроизвести название поселка, в котором вы родились, в Казахстане. Село Урлютюб. Урлютюб. Вот так вот. Урлютюбского района Павлодарской области. Вот так вот. То есть, типа начинала не с нуля. Такой где-то уровень... Ссылки родилось. Уровень минус 273 по Кельвину. Такой абсолютный нуль. Вот. Потом в культе журналистики МГУ. Потом работа на телевидении. И я, когда читала вашу биографию сегодня, готовясь к эфиру, я там вычитала замечательные слова вашего старшего брата Станислава о том, что 10 рублей, которые потрясли мир, были совершенно лозунгом жизни. Но что это за 10 рублей? Я там прочитала, что Лесневская пришла на телевидение в 66-м году, а первый раз ей повысили зарплату на 10 рублей в 82-м. То есть прошла вообще довольно приличная часть жизни с 66-го по 82-й, когда никакого, ну, я не говорю карьерного роста, наверное, его не было, но тем не менее зарплата-то вообще не росла. Вот 10 рублей. Вам прибавила советская страна? Типа будьте счастливы. Потом началась другая жизнь, потом началась деятельность совершенно другая, телекомпания РЕН-ТВ, которая до сих пор называется вашим именем. И, в общем, успех, успех, успех. Потом, когда пришлось продать компанию, я полагаю, что возникло много денег. Вы не бедным человеком были и до, а продав компанию, стали человеком богатым. И вот вместо того, чтобы купить, как говорят в этих кругах замчонок на лазурке или еще что-то в этом роде, там, Гармиш Партон-Кирхен какой-нибудь, или Лондон на худой конец, вы вложили часть денег в заведомо убыточное предприятие, журнал «The New Times», который мы все читаем, который мы очень любим, который дает нам ощущение свободы, ощущение того, что кто-то пишет честно, кто-то пишет искренне, от души, и хочет сделать нашу страну лучше. Понимаете, вот это ощущение, желание не складывать крылья, бороться, не удовлетвориться своим личным хорошим положением, меня вас абсолютно подкупает, и позвольте вот прилюдно в эфире выразить вам свое самое-самое глубочайшее почтение и прям вот-таки любовь. Спасибо вам, Рына Степановна, за то, что вы вот продолжаете вкладывать деньги в этот заведомо убыточный проект. Я так думаю, потому что я никогда не вижу рекламы в этом журнале. Кто же даст туда рекламу? Их разорят сразу. Вот мы все это понимаем, но тем не менее вы вот подаете им, тем, кто не вкладывает деньги в рекламу, давая ее в ваш журнал, такой другой пример. Но тем не менее первый вопрос, который я хотела бы вам задать, он, в общем, довольно типичен для тех, той передачи, которую я пытаюсь вести, я же начинающий и ведущий. Вы у меня, по-моему, шестой гость, или пятый, ну, в общем, совсем-совсем я начинающая. Ну, это на этом радио-то начинающая. Да, ну, как ведущая. Я никогда не вела свою программу. У меня вот это первый опыт. Ирэн Степанович, что произошло? Вот какой год это был, когда... Что такое случилось, что вы решили... Я уверена, что вы знали, какая судьба ждет этот журнал. Я не думаю, что у вас были какие-то иллюзии о том, что там подписка даст вам самоокупаемость и так далее. Вот расскажите, как это происходило? Дело в том, что когда в 2005 году пришлось уйти в Тран-ТВ, мы с сыном закрыли двери и ушли. И с тех пор я ни разу вообще не была в этом здании. А вы включали? Да, я смотрю Марьяну. Сейчас все реже. В основном смотрю на компьютере ее же. Марьяну Максимовскую в программе неделя на РЕН-ТВ. Если кто не знает, что такое Марьяна. Да, потому что эту программу я запускала, и мало что осталось на РЕН-ТВ. По-моему, она одна и осталась. Ну, там остались какие-то программы, но они уже совершенно другого качества другие. Вот, и я стараюсь не смотреть, когда я вижу это желтая РЕН в углу. Но они теперь пишутся по-русски. По-русски, да. А в вашу бытность писалась РЕН, по-моему, латиницей. Да, да. РЕН-ТВ это было. Ну, неважно. И я поняла, что наступило какое-то время, где я понимала, что абсолютно нечем дышать. Вот это было только начало, когда требовалась кислородная подушка для того, чтобы пережить все, что в стране происходит. И я видела и понимала, куда все это идет, потому что поначалу мы все как бы поддерживали того же Путина. А вы с него голосовали? Нет, я не голосовала, но я понимала Бориса Николаевича. Вы счастливый человек, я вас спрошу потом об этом. И надо сказать, что очень смешно, когда были выборы Путина, мы с Женей Альбац провели целую ночь, значит, как сумасшедшие подсчитывали голоса, и потом поехали в штаб где-то в пять или шесть. Нет, не Путина, СПС. И мы ставили с ней и спорили, что это будет, потому что КГБшник, человек серый, незаметный, но прошел школу Собчака, прошел, все-таки видел зарубежную жизнь, как... Ну, вы как русский народ, а по-немецки, говорит, значит, умный. Нет, но казалось, что что-то понял, когда там стена рухнула, да, когда объединились две Германии, что этот человек должен был понять какие-то вещи. Вот, но мы все ошибались, потому что бывших КГБшников не бывает. То есть в 2005-м вы уже поняли, что ошибались? Нет, мы поняли раньше значительно, потому что работая на Рене, это было последние три года просто такой давиловки, что я понимала, что... То есть слово Ходорковский употреблять было нельзя? Ну, мы употребляли его и делали фильмы, и я продолжала делать те новости, которые считала нужным, и так далее. Но вам за это сильно выкручивали? Ну, за это сказали немедленно отдать сюда и до свидания. Ну, не важно. Ну, вы все-таки получили копеечку за это? Мы не отдали акции, мы не ушли. Мы два года, я искала иностранцев, думая, что это будет благо, если придут там немцы, англичане, кто угодно, и не дадут смять канал. По крайней мере, будет не очень удобно. разрешено было продать наши акции немцам. Сказали, нет, никаких других акций немцам только вот у Лесневской покупайте и пусть она уходит. Верина Стефановна, я прошу прощения, мы небольшую рекламу должны прерваться, после чего вы продолжите. Новостей у нас сейчас нет, потому что после 9 эфира 5 минут. Вот об этих любящих деньги и рок-н-ролл мы, собственно, для этих. Мы и говорим о том, что можно зарабатывать большие деньги, но, тем не менее, тратить их каким-то таким вот альтруистическим способом. Собственно говоря, заработав деньги от продажи своих процентов, мы я начала думать, я хотела купить московские новости, я хотела какой-то старый бренд, а потом московские новости тогда гайдама купила, не захотела отдавать. А вы предлагали ему? Да, да. И я очень любила Егора Яковлева и все, что там, я с ним когда-то работала вместе, в журнале, журналист, и все, там на заре своей юности. И новое время, которое практически уже не выходило, оно загибалось. Кумпянский тогда был, да. И такой там тираж был тысячи экземпляров, в общем, не в киосках, нигде так раздавали как-то. И я купила у него бренд. Я думаю, что вы купили-то недорого, но понимали, что вкладывать придется. Нет, дорого я купила. Дорого купили. Да, А по чем, если не секрет? Ну, ну, собственно говоря, сейчас об этом уже можно говорить. Ну, не знаю, приятно это будет ему или нет. Бог с ним. Дорого. И дальше я начала собирать коллектив и очень торопилась, потому что приняла я это решение на похоронах у Ани Политковской. и там же я нашла Помпианского и с ним договорилась о встрече. Вот. И, значит, это было в октябре, а 12 февраля уже вышел наш первый номер. К 1 января Рафа Шакирова я взяла. Он тогда не работал после известий и мне его очень советовали. набрали очень сильных людей. И все. И я дала за рук, что я полгода не влезаю. Он понимал, чего я хочу, как, что и так далее. То есть вы хотели вот эту самую форточку свободы. вы понимали, что зажим будет бесконечным и очень долгим. Нет, я все прекрасно понимала, но я прекрасно знаю свой характер, что мне так же, как на Рене, это было почти невозможно, чтобы мне что-то запретили. Я все равно настаивала и делала так, как я считала нужным. и я просто верила в то, что со мной не станут связываться. Ни одного министра я отправляла в неприличные места по телефону. Говорю, послушай, говорил мне Лесин, как тебе не стыдно, нас же записывают, мне же неловко будет, что меня послали. Ну, они ко мне все достаточно хорошо относились, но при этом каждый пытался меня прижучить. Но неважно. Я прожила этот период, но за полгода ушло денег столько на стартап, как оказалось господин Шакиров просто хороший специалист по стартапам, а бывает раздевает. И, в общем, делает не то, что ты захотел. И в результате мне пришлось расстаться с его командой и буквально взять на себя и гендиректорство, и главного редактора. То есть, я сама стала, и полгода я это тащила. Но так как при этом работала и Женя Альбаци, и все люди, которых набирала, я тоже, многие остались, его люди ушли, пильщики денег. Мы сократились очень, потому что за первые полгода ушло так, как у нас ушло за три. Да, понятно. Ира Стефановна, ну... И, собственно говоря, Женя, которая сам вначале не хотела быть главным редактором, так как она никогда не работала администратором, никогда не была начальником, она такая вольная птица, и с ее характером... Безговорчивым. Ну, таким принципиальным... Но вы друг друга стоите. Мы стоим друг друга, но так как она меня любит, и я ее люблю, и мы слышали всегда, и продолжаем слышать друг друга, то вот как-то шесть лет промелькнуло. Ну, не жалеете ли вы о том, что вы сделали, я вас не спрашиваю? Нет, как можно жалеть? Потому что вы, собственно, добились того, чего хотели? Да, абсолютно. Вот эту форточку вы, собственно, сотворили и сохранили. Да, это правда. Отговаривали ли вас ваши коллеги, знакомые? Нет. Боялись связываться, как Лесин? Нет. От чего отговаривали? От журнала? чтобы, да, такую... Мало того, что нехорошую инвестицию в экономическом плане сделать, Нет, они все фанаты журнала, никто не отговаривал, только каждый сын помощник. Нет, абсолютно. И сын, сейчас он в основном финансирует все это. Моя часть денег давно кончилась. Вот. Но неважно. И он не просто мой сын, он мой партнер и большой друг, поэтому как это он мог не поддержать меня? Ирина Степановна, откуда у вас такой характер? Откуда вы такая принципиальная? Да я откуда, я знаю. Ну, как вы считаете? Вы сами как-то определяете? Вот меня когда спрашивают, а что такая веселая, оптимистичная, несмотря ни на что? Я говорю, у меня папа из Одессы. Не знаю, так как я папу своего мало помню, мне было совсем мало лет, когда маме пришлось с моим братом и со мной вернуться с Сылки в Москву, когда война кончилась, всех родственников выгоняли оттуда, а отец остался еще в Сылке. И там погиб? Нет, он не погиб, он просто другую семью тоже ссыльная была, с двумя детьми, и они помогали друг другу, и у них образовалась семья. Ну, что, это жизнь? Вот. И мама, мама у меня была такой светлости человек, веселая, играющая, поющая, всем помогающая, вечно все улаживающая. Нет, я совершенно другая, я восхищалась всегда мамой, я раздражалась, потому что мне казалось, она такая мягкая, она всем все прощает, она все глотает. но вот как-то с годами я поняла, что это то, что она прошла, и как она держалась в этой жизни, как она относилась к деньгам, она с ужасом, зачем нам трехкомнатные квартиры, нам вполне достаточно двухкомнатные квартиры, зачем тратить на это, вообще собственность закабаляет, это я знала со своей комсомольской юности, говорила мама, при том, это марксистская такая, абсолютно, да, но при этом она совершенно спокойно, так как она выросла, у нее нанки были в детстве, и няни, и все, в хорошей семье она выросла, и французский она, и в гимназии она училась, и все, там, она преподавала немецкий, знала французский, потом она занималась со всеми детьми моих друзей, потом с одноклассниками моего сына, своего внука, и помогала вечно всем, учила музыки, даже домработницу, она говорила, слушайте, ничего не надо убирать, сядьте, послушайте, и сидела часами, играла, и, ну, она удивительна была человек, поэтому я не могу сказать, что у меня вообще совсем не похожа, поэтому я даже не знаю, на кого похожа. Ну, я знаю, что вашим первым мужем был Максимов. Да. Может быть, оттуда немножко свободолюбия вы наковыряли. Я уже пришла, такая гонористая, что он со мной плохо справлялся в этом смысле. Для наших слушателей, кто не знает, кто такой Максимов, могу сказать, что это замечательный писатель, и издатель журнала «Континент», который был в эмиграции одним их самых, а может быть, самым заметным журналом. Ну да, его в 1974 году выкинули из России. Из Советского Союза, да. И он там запустил журнал на русском языке «Континент», который объединил от Солженицына, Бродского всю диаспору во всех странах мира, пишущую на русском языке, и очень много печатал. Да, и выходит до сих пор. да. Нет, он уже сейчас выпускает «Избранное», и уже не тянут они даже в Россию выходят, «Виноградов» выпускает, который подхватил этот журнал. Вот. Но в свое время я его привезла в Москву. В чемодане? А? В чемодане? Нет, нет, не в чемодане, а в 92-м году я перевезла журнал «Континент» сюда, потому что Максимов мечтал это уже выпускать, сделать здесь, да? А, то есть уже в свободной? В свободной, да, да, да. Поэтому пять или шесть номеров выпустили, пока не взялся за это «Виноградов», который с удовольствием всем этим столько лет занимается. Вот, поэтому в общем, откуда «Свободолюбие»? Ну, из всего, из мамы, из книжек, из возвращения из ссылки. Какие книжки вы любили в детстве? Ваша любимая книжка? Нет, но я просто, может быть, и Максимов возник в моей жизни из-за того, что я была больна просто Достоевским. Я сплошная Достоевщина. И я зачитывалась, всем. У нас были собрания сочинений, и тогда ни телевизоров не было, и учился очень плохо, мне было совершенно неинтересно. Единственное, чем я увлекалась, это литература. Ну, это был единственный предмет, который был таким непартирным. Учителя, которые на уроках, если я не читала, я что-нибудь организовывала в классе непристойное, поэтому учителя были счастливы, что я читаю на уроках. А вы в Москве учились? В Москве, да. Я жила в доме, где сейчас институт Гайдара. Да, улица Гарёва, дом 5. Напротив МВД. Напротив МВД, при мне МВД строилось, немцы строили. Серьезно? После войны? Да. В 46-й, 47-й там вот эти годы строили. Иностранные агенты. Да. Сами лопатами махали. Понятно. Ирена Стефановна, ну давайте ближе к нашим дням вернемся. Вот вы вложили деньги в этот журнал, который стал замечательным на мой вкус журналом. Я не вложила деньги, я просто его финансировала. Все годы? Все годы, да, все 6 лет. Скажите, у вас нет ощущения, что та форточка, которую вы открыли для небольшого, но тем не менее количество какого-то людей, она напрасна? Вот не журнал, а вот этой свободы недостаточно? Нет, конечно, сегодня из пушек по воробьям это... я сказала бы из воробьев. Из воробьев, да. Понимаете, нет, есть ощущение безумной усталости, обиды за то, что, собственно говоря, я потеряла надежду, я потеряла эту надежду. А то, что здесь будет по-другому? что-то изменится, а то, что происходит последние несколько лет, это просто чума. И я сейчас не просто задыхаюсь от омерзения, от стыда, от боли за мою страну, за то, что такое количество людей уехало, за то, что уехал мой сын, мои внуки, мои огромное количество друзей, людей, которых я любила. Но вы же не уезжаете? Я не могу нигде жить. Я должна жить под этой выхлопной трубой и дышать этим дерьмом. Иначе я не живу. Ну, надеясь на то, что воздух станет чище? Чище. Да, фильтры поставят, еще что-нибудь. Может быть, на то, что вы сами ставите эти фильтры? Ну, пока, так как я вообще-то оптимистка, и я верю в то, что это временное явление, оно не может в такой талантливой стране, столько талантливых людей, в такой богатой стране, где к власти пришла просто банда, просто наглая, циничная банда. Ирина Стефановна, ну, может быть, это просто маятник качнулся? Не знаю. Вот смотрите, был коммунизм, потом были 90-е годы. Наверное, всегда после революции реакция. Именно такой термидор. Да, возможно. Возможно, это требовалось России именно такой, как Путин, который всех согнул в бароний рог, его все боятся, и так далее. Он производил, и до сих пор производит впечатление абсолютно такого мелкого серого человека. Но, тем не менее, он оказался умным, умнее очень многих, сильным. Помните, был анекдот в начале про Наполеон? Да, он оказался не с перепелинами, а с струйсинами. Скажите, а вы не смотрели в МХТ спектакль? Да, Богомолова. Богомолова «Идеальный муж». Да, я прочитала, читаю, я мечтаю посмотреть. Знаете, это я должна слушателям тоже сказать, что это совершенно уникальное произведение искусства. Ну, я в Фейсбуке читаю Бородину, Ларину, и она у нас... И просто счастлива, что я там была на втором прогоне и забыла о том, что четыре с половиной часа, и что это долго, и обо всем на свете забыла, потому что это, конечно, спектакль о любви, самой разной любви, но сделанной с такой неподдельной ненавистью и отвращением к тому, что происходит вокруг нас, что такой силы эмоций увидеть на экране, на сцене нам давно не приходилось. И актеры замечательные, и тексты замечательные, и то, как Константин Богомолов смонтировал Шекспира, Уальда, Чехова и себя. Сорокина, да. Сорокина и себя это просто гениально, абсолютно. Сегодня у Дарьи Мороз, его жены, которая замечательно играет главную женскую роль, я прочитала в Фейсбуке, что билеты проданы до конца марта включительно, и поэтому даже жена режиссера никого не может провести на спектакль, и, честно говоря, я, конечно, хотела бы пойти еще раз сама, но буду ждать, когда... И я буду ждать, потому что я вообще очень уважаю этого человека, безумно талантливый человек Богомолов. В зале был Юрий Богомолов, наш с вами, я думаю, общий знакомый, и было великим счастьем сказать ему, Юра, какой гениальный сын, гордись. Да, так что это здорово. Нет, понимаете, то, что вот созрело и вдруг вышли на демонстрации с этими... Наверное, в этом есть ваша доля. Ну, наверное, потому что очень многие говорили, слушайте, что это New Times все это пишет, а мы нет. И потихоньку стали... Оказывается, можно. Можно. Да, никто не... Чуть она не боится. Чуть она не боится. Да, но так как... Нет, так как все олигархи, подневольные люди, всем, кому принадлежат все эти холдинги, медиа и так далее, они, конечно, безумно боятся потерять свой бизнес из-за своих журналов и газет. Ирэн, подождите, но вы же не боялись на РЕН-ТВ потерять свой бизнес, когда вот все три года... Я никогда не относилась к этому как к бизнесу. Это моя жизнь. Я иначе жить не могу. Вот хорошо. Но почему тогда... В пример я могу привести только вас. Почему так получается? А может быть... Никто не понимал, для чего я это делаю. Ты что, в президенты, в Думу собираешься избираться? Я же вам задавала вопрос, отговаривали ли вас? Нет, задавали вопрос люди, которые меня не знают. Те, кто меня знают, они не задавали вопрос. Для них не было. Ну, а кто, как не ты? Конечно, ты. Понятно. Почему ты? Да? Потому что я... Вот у меня свобода в крови. Вот я не могу ничего понять. Что и как это случилось? Очень многие скажут, что у них свобода в крови. Она таки у меня в крови. Ну, вот смотрите. Иногда мне кажется, что то чувство страха, которым оправдывают себя, очень многие наши сограждане, оно такое самонаведенное. То есть, просто комфортно объяснять собственное бездействие тем чувством страха, который ты испытываешь. Конечно, там есть пример Ходорковского, Чичваркина, там я не знаю, кого еще, каких-то людей менее известных, которые тоже поплатились там за свою позицию, как Михаил Борисович Ходорковский. Но, тем не менее, как-то ни с кем больше это не происходит. Почему же никто не осмеливается? Потому что боятся потерять все, что у них есть. Ведь на наших глазах происходит, какое количество людей разоряют, сажают, ни за что. преследуют. Но ведь не из-за политических взглядов. А, понимаете, люди вышли, нормальные люди вышли высказать свою позицию, где Конституция, размахивая Конституцией, да, что мы имеем право говорить, это власть, которой мы платим. Не мы, обслуживающий персонал, а они. Хорошо. На митинге были многие. И что с ними вытворяют? Ну, вот как раз с влиятельными людьми или с женами влиятельных людей, которые выходили на митинги, ничего не произошло. А в тюрьму посадили тех, кто не может за себя постоять, к сожалению. Вот почему не дают рекламу в ваш журнал? Ведь, казалось бы, ну попробуй. Я думаю, что если бы там 10, 20, 30 человек дали рекламу своих бизнесов, ничего бы с ними не было. Если бы кто-то один, единственный, может быть, да. Вот все-таки мне кажется, что страх... У нас поначалу полюбил наш журнал один предприниматель, который на обложке выставлял свой салон мебельный, они делали сами мебель, у них производство свое, такой серьезный человек. Его разорили так. Серьезно? То есть не то слово. Он нам остался должен за рекламу, но мы печатали эту рекламу, но может быть отстанут, может быть все. Он говорит, умоляю, сними, пожалуйста, сними, потому что меня затаскали. Вот, поэтому это все безнадега. Но сегодня, делая журнал, я поняла, что я чувствую, что я не... Кислород кончился давно, да, меня это уже не спасает, потому что такое количество негатива, который я съедаю каждый номер. При этом я понимаю, что мы служим неким фасадом для властной верхушки. Ну как, слушайте, что значит у нас нет свободы слова? А посмотрите, что Лесневская сальбацт еще есть Москва. Да, ну и что их три пальца на одной руке? Мы с вами тоже сейчас говорим не всегда приятные вещи для власти. Я, тем не менее, Рен Стефан, на секунду прервусь, для того, чтобы напомнить, что у нас есть телефон в студии. Буду говорить приятные вещи? Нет, конечно, я для этого вас и звала, потому что меня тоже невозможно заподозрить в том, что я буду говорить не то, что думаю. Я, честно говоря, не знаю, что это за станция. Так ли это важно? Да, не важно. Давайте, тем не менее, мы скажем, что у нас есть телефон, который, код Москвы 495 и 651099 и 6. 651099 и 6. Вдруг нам кто-то позвонит с вами. Вдруг нас кто-нибудь слышит. Да, конечно, слышит. Наверняка. Тут те люди, которые любят рок-н-ролл, слушают только так. Вот я, конечно, конечно, и многие молодые слушают. Как я в молодости плясала рок-н-ролл? Я могу себе представить. Вы и сейчас-то, господи, такая зажигалка, а уж в молодости, наверное, там просто раступись все. Ирена Стефановна идет, тогда не Стефановна, просто Ирена Лесневская. Реды, меня все Реды звали. А вы же полька по происхождению. Нет, я наполовину. Половину отец поляк, мама еврейка. Отлично. И когда я получала паспорт, я пришла в 16 лет получать паспорт, и у меня, там, я помню, этот милиционер, его фамилия Волков, я запомнила на всю жизнь. Он сказал, посмотрел на меня и говорит, ну и что тебе писать, полька или еврейка? Я говорю, вы знаете, я всю жизнь прожила с мамой, пишите еврейка. Ну, говорит, иди, подожди там, погуляй. Сделали паспорт, выдает мне, там написано полька. Говорит, с таким-то характером, да еще еврейка, будешь всю жизнь благодарить. Хороший человек, Волков, понимающий оказался. У нас на первой линии Владимир, который хочет нам что-то сказать. Алло. Вы что? Видимо, он хотел сказать что-то нехорошее, поэтому сорвался. Да? Мне показалось, вы что? Ума сошли. Что имелось в виду? Мы не знаем. Ну, ладно. Ирена Стефановна, тем не менее, зажигалка была, зажигалка осталась. Вы на миссинге ходили? Так как они пришлись на все мои болезни и операции, и я на первые митинги ходила, да. Вот все-таки Владимир настаивает. Давайте мы еще раз попробуем. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие уважаемые женщины. Я любитель Финам-ФМ и все друзья слушают Финам-ФМ. Слушали до последнего времени, пока работал Юрий Пронько, Ольга Ускова. Где они? И вот спасибо вот женщине, которая ведет. Хоть еще глоток воздуха можно глотнуть на Финам-ФМ. Спасибо большое вам. Ой, как приятно. Меня зовут Ирина Ясина. Я легкая замена тем замечательным людям, о которых вы упомянули. А Ирэн Степанова Лесневская это мой кумир. Вот моя дорогая и любимая. Ирэн Степанова, на первом митинге вы были на Болотной? Нет, нет. Болотная была. Да, я болела. Болела, да. На Купай я ходила. По ночам ходила, раздавала деньги там какие-то. А ведь скажите, это очень духоподъемная штука. Очень, очень. Вообще то, что творилось на... Это было потрясающее. Стихи читали, какие-то газеты выпускали, еще что-то, еще. Туда приходили самые интересные люди. Все их окружали, что-то, диспуты, все, что им помешало на чистых прудах. Ну, грязно было, говорят. Да, вы бы пришли после этого. Да, конечно. У меня там приятельница живет. Давно живу в Москве, поэтому знаю, в каком состоянии наши бульвары. Единственное чистое место было тогда в Москве. Ирина Стефановна, ну вот скажите, я задам вопрос, а отвечать вы будете уже после рекламы. Я надеюсь. Ведь тот протест, который так воодушевлял нас, который так зажигал нас, так нравился нам, был так близок, я не верю, что он испарился, я не верю, что он исчез, я не верю, что его не будет. Он просто приобретет другие формы. Да, абсолютно. Поэтому я остаюсь оптимисткой и уверена в том, что моя страна, как правильно вы говорили перед этим, она еще найдет себе силы измениться. Потому что я просто не верю, что вот те десятки тысяч молодых, пожилых, замечательных, воодушевленных лиц... ...вытворяют всеми этими процессами, всем, как они выбивают признание, что они вытворяют с людьми... Да, их пугают, но я не верю, что им так уж сильно... Человек 33 года покончил жизнь самоубийством, что с ним надо было сделать? Абсолютно светлый, оптимистичный человек. А мы поговорим о будущем после нашей рекламы. Ирина Стефановна, прежде чем мы поговорим о оптимистичном, я надеюсь, выходе из ситуации, мы послушаем Виктора, который провисел всю рекламу, ожидая возможности о чем-то сказать нам. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ирина Стефановна, да, вы извините, я просто... Вот сейчас по Киевской трассе еду, да, домой, вот, и как бы не сначала разговор, вообще, честно говоря, не очень знаком, да, с вашим журналом или газетой, да, у вас? Журнал The New Times. Да, да, вот, к сожалению, не знаю, но я думаю, с этого времени... Зайдите в интернет, замечательный журнал. Я думаю, да, с этого времени, но я послушал просто, верно, я думаю, что, наверное, буду поклонником. Единственный оппозиционный журнал. Единственный оппозиционный журнал. Очень вам рекомендую, массу всего интересного пишут. Очень интересно, Ланн. А у меня просто такой вопрос, вы знаете, в интернете, вот там, да, различные сайты, в социальных сетях, вот, спорю очень часто с людьми, да, есть такие люди, которые защищают действующую власть. Я вот, хоратор, знаете, может быть, там не самый лучший, да, к сожалению, но не всегда, или даже, может быть, частенько, да, не получается, вот, высказать свое мнение, да, победить в этом споре. Может быть, мы сможем вам помочь подсказать вам какие-то аргументы? Послышать, вот, что все-таки, да, вот про митинги уже заговорили, там, да, про Владимира Путина, нашего президента. Вот все-таки, как вы думаете, это, ну, вот говорят, что, да, митинги, это у нас там американцы, как обычно, финансируют, там, Путин у нас, ну, вот, я надеюсь, вы в это не верите? Нет, конечно, нет, конечно, но, может быть, где-то кого-то, да, наверное, все-таки есть, там, Немцова, наверное, да, там, оттуда, еще там, Рыжковы, там, так далее, да, Костяновы, может быть, они оттуда-то все-таки, основная тема, я так понимаю, что, да, народ приходит, который... Виктор, давайте ваш вопрос, пожалуйста. Вопрос, ну, давайте, ну, расскажите просто про митинги, кто там, как вы считаете, да, вот на митингах, и все-таки про, может быть, про действующую власть, а именно про нашего уважаемого, любимого президента. То есть финансируется ли он американцами, вы хотите? Ну, вот вообще и финансируется, да, как считается. Кто финансирует митинги, честно говоря? Я, честно говоря, я финансировала, я в Яндекс кошелек 20 тысяч перевела. Да, то же самое. И, насколько я знаю, Я не американец, вы тоже, по-моему, нет. я тоже, да. Надо сказать, что финансируя журнал New Times, честно скажу, мне, конечно, предлагали с разных сторон деньги, гранты какие-то. Мы с Женей Альбац просто стояли насмерть. Нет, никогда, потому что СМИ, которые финансируют кто-то в помощь из Запада, да, это неправильно. Когда ты пишешь так о своей стране, да не о стране мы пишем, а о власти. Потому что это им кажется, что они патриоты. Патриоты мы как раз. Те, кто за нее болеет и хочет делать ее лучше. Сумасшедшим, понимаете? Поэтому что нельзя любить родину завязанным глазами и заклинанным ртом, говорил Чадай. За что был объявлен сумасшедшим, кстати сказать. Ну да. Так вот, Ирэн Степанович. Россия так всегда потом начинает памятники Как говорят за Путина? Ну а что я за Путина? Я думаю, что он тратит свои деньги. То есть не финансируется госдепа? вряд ли он финансирует. Я думаю, что он их там держит, где-нибудь там у Берлускони, еще где-нибудь у Чавеса. Ну не знаю, я свечку не держала, поэтому где, какие у него деньги запрятаны, это его проблема. Мне даже это совершенно неинтересно. Я просто понимаю, что те деньги, которые воруются в стране, эти распилы, откаты, такое количество людей можно было вылечить, выучить, помочь. Скажите, люди же тем не менее идут. Поэтому я вот по поводу журнала, понимаете, я трачу деньги, я иногда думаю, господи, скольким бы я могла помочь. Я и так стараюсь помогать, я редко отказываю, но при этом я понимаю, что на те деньги, которые я трачу, на этот глоток свободы, который называется New Times, он для многих является глотком свободы, так же, как и для меня, но мне уже мало этого глотка, я не напиваюсь. есть же еще целый интернет, весь Facebook, да, да, вот, собственно, и читаю. Ну, согласитесь, шесть лет назад, когда вы этого не было, ничего не было, и поэтому сейчас в этом смысле, даже если нас прихлопнут, или мне само это все надоест, или у вас окончательно кончатся деньги, или мой сын скажет, мать, ну, это невозможно, но он так никогда не скажет, скорее скажу я, вот, но в любом случае, бабушка подумает о будущем внуков, да, нет, меньше всего, я думаю, и внуки думают, они тоже читают этот журнал, хотя они учатся в Англии, с огромной нелюбовью к этой стране, к этой Канглии? К Канглии, да, понятно, ну, ему безумно нравится там учиться, в общем, их можно понять, хотя я училась в Москве, но мечтают, и когда есть недели, они тут же садят самолет сюда, у них там довольно частые канюкалы недельные, они прилетают сюда и счастливы, Ирина Стефановна, ну, все-таки, как вы видите будущее, скажите? Ой, будущее туманно, туманно. Я не спрашиваю, как бы вам хотелось, но вот как вот давайте сначала... Я думаю, что они дойдут до последней гайки, закрутят все. то есть еще все впереди. Эти люди просто так власть никогда не отдадут. Никакие там... Потому как они богаты? Потому как они богаты, потому как они понимают, как держать эту власть, потому что можно еще раз поднять военном зарплату, правонарушителям, правоохранительным органам, ФСБ, хвалить, одевать ордена, медали и поддерживать эту стабильность, якобы, на штыках. Так оно и происходит сегодня. Поэтому не знаю. Вот Виктор хочет задать нам еще один вопрос. Было ли свободнее при Ельцине, спрашивает он? Конечно. Конечно. При Ельцине можно было кого угодно, в том числе какое количество газет, журналов ругало Ельцина и вообще чехвостило правительство и так далее. Никто не был наказан. Понимаете? А здесь каждый день летят головы, закрываются издания одно за другим, выгоняются талантливые люди, люди, которые созданы журналистами, их лишают профессии и так далее. Поэтому Ирина Степановна, а что стало с Наташей Морарь? Помните, ей не давали въехать в Россию сколько лет? Мы с Женей встречалась тогда, это была знаменитая встреча у Медведева. Медведева, да. И Медведев решил этот вопрос. И спустя четыре года Наташа приехала сюда. Но ее же тогда не пустили за то, что она написала замечательную статью о том, как отмываются деньги ФСБ. Да. Черная касса Кремля это называла статья. Совершенно верно, помню ее. Вот. И да, так как Наташу Морарь не впустили в Москву, и хотя она уже была замужем за российским гражданином России. Она окончила здесь университет, она много лет здесь прожила и так далее. Не впустили и все. И она сейчас прекрасно работает. Она не стала возвращаться в Россию, потому что она там журналист номер один. В Молдавии. В Молдавии. Она ездит по всему миру. она ведет ежедневную двух- или трехчасовую программу на их первом канале. То есть телевизионном? Телевизионном, То есть в Молдавии есть свобода слова? Да. Какая прелесть. Господи, никогда бы не подумала. А будет ли у нас когда-нибудь? Ну, у нас уже это было, мы прошли, и там наступит реакция, и у нас реакция. Вы думаете, неминуемо качнется и у них маленький? Ну, я думаю, он везде качнется. Потому что смотрите, что на Украине происходит. у нас он потом все-таки качнется в другую сторону. Я надеюсь. Мы доживем? Что, ну, кто знает, кто знает. Вот прогноз я хочу. Да, знаете, даже не важно, доживем, не доживем. Конечно, хотелось бы дожить и увидеть снова очереди за прессой свободной, как это было в начале 90-х годов. Но очередей уже точно не будет, потому что мы все будем в интернете тыкать кнопочки и читать. но то, что начнут возвращаться талантливые люди, которые сейчас... самое главное. Это самое главное, потому что им плохо там всем. В Лондоне? Да не только в Лондоне, они же по всему миру рассеяны. Все. Какое количество людей уехало? Никто даже подсчитать не может. Несколько миллионов людей уехало. Причем лучших, наверное. Ну, которые что-то могут, которые мечтают о чем-то. они из-за своих детей уезжают, потому что то, что сегодня с образованием, с медициной, со взятками, за что ни копни. Вот за что ни разница. Ирина Степановна, но тем не менее люди, зная все это, продолжают голосовать за Путина. Почему? Ой, это зрители первого, второго канала НТВ. То есть, другим словам, как только интернет пройдет везде, так сразу мы начнем голосовать за других людей. Потом люди, когда к ним приезжают эти власть, партия власти и обещают денег из трекорба и какие-то вопросы кому-то елку подарят, кому-то платье, кому-то водопровод проведут. Понимаете? Ирина Степановна, так ли все печально? Все-таки все, тем не менее, понимают. Жизнь вообще полосатая штука. Сегодня печально, завтра весело. Сегодня вот утром, когда в 8 утра сегодня эхо стало говорить про метеорит, причем первые свидетели этого явления стали говорить, то ли самолет взорвался, то ли военные ракеты выпустили, вообще какой-то то ли грипп, то ли оказалось всего лишь метеорит. При том, что из космоса прилетел. При этом тысяча человек все-таки поранилось. Но слава Богу никто не погиб. Какое счастье. И слава Богу это действительно оказывается невозможно было предсказать. Я сегодня слушала всевозможных докторов наук, и они честно говорили, что против лома нет приема. Посланцы из космоса еще не такие бывают. Ирина Стефановна, к сожалению, мы должны на этом заканчивать, потому что вы будете смеяться, но пролетел час, а оказывается вполне незаметно. Я все-таки отмечу, что к концу вы стали улыбаться. К концу программы вы как-то повеселели и стали более оптимистичны. В первый раз вы улыбнулись, когда вспомянули Абай. Я надеюсь, таких моментов в нашей с вами жизни. Какие там были знавные лица.